Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к четвертой главе книги пророка Иеремии. В третьей главе Бог призывал народ к обращению, и здесь продолжается этот же разговор, в четвертой главе, и Господь говорит, если ты хочешь обратиться, то есть если ты хочешь что-то изменить в своей жизни, ко мне обратись, ко мне обратись, удали мерзости твои от лица моего. Вот Господь говорит не просто о каких-то религиозных религиозностях, которые имеют смысл возрождать, ко мне обратись. к отношениям с Богом от сердца к сердцу, к верности Богу. И тогда жизнь Бога будет присутствовать во всем, в истине, в суде и правде. И народы будут им благословляться, им хвалиться. Будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде. Вот это выражение, будешь клясться, жив Господь, подразумевает, что во всем и в истине, в суде и правде, в народах, в их благословении, будет присутствие и полнота божественной жизни. И вот поэтому так говорит Господь к мужям Иуды, к мужам Иуды Иерусалима. «Распашите себе новые нивы, несите между терными, обрежьте себя для Господа». Бог призывает заново вернуться к началу, к завету, который Он заключил с отцами народа на горе Синай. «Объявите в Иудее, разгласите в Иерусалиме», говорит пророк от лица Господня о том, что приближается бедствие, приближается с севера войско, которое победит, которое все пожжет и разрушит. И избежать этого можно было бы только если обрезать себя для Господа, если найти эти новые нивы, обратиться к нему в истине, суде и правде. Иначе, говорит Господь, я приведу от севера бедствие. Вот как лев выступает из чащи своей, выступает в Вавилон с севера. И поэтому, говорит Бог, плачьте и рыдайте, «Ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». Потому что призывы призывами, предупреждения предупреждениями, а результат, мягко говоря, никакой. И все призывы Божьи, как об стенку горох. И ничего по-настоящему в жизни людей не меняется. И Иеремию пугает это. Он говорит, как говорит ему Господь, «В тот день замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, изумятся пророки». Все будут перепуганы тем, что вот такая катастрофа приближается. Иеремию изумляется, говорит, «Господи, но ты же говорил, что народ с Иерусалим будут иметь мир. Неужели ты обольщал нас?» И на это Господь отвечает Иеремии и говорит о том, что это и есть суд над народом. Суд над народом. «Если хочешь спастись, смой злое сердце твоего, Иерусалим, а если ты этого не делаешь, значит, ты не хочешь спастись и не можешь». В современном, в том числе, христианском дискурсе у разнообразных теологов часто можно наблюдать такую мысль, что, конечно же, Бог спасает нас, потому что Он сам хороший. Бог такой хороший, что Он нас спасает. И это правда. Но мы обычно из этого делаем вывод, что поэтому не так важно, что мы из себя представляем. В конечном итоге, так или иначе, не мытьем-то, катаньем. Нет. Бог говорит о том, что суд делает явным, что ты хочешь. Спасение, и тогда ты смываешь злое с сердца своего. Или нет, не хочешь, хочешь нести это самое злое. И поэтому, говорит Бог, идут из дальней страны осаждающие, потому что Израиль возмутился против меня. И пророку очень страшно и горько это говорить. Помимо того, что он наделен, по-видимому, чувствительным сердцем, способностью сострадать, он еще и просто любит свой народ и свою землю. И вот говорят лица Божьего Израилю, своим соплеменникам, глядя им в глаза, пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько. Не от того, что ты надеешься увидеть этой причиной. От твоего нечестия тебе так горько. Ты в себе неправданное поищи, если тебе горько. Я бы сказал, очень такой не психотерапевтичный подход. Нет, это вам не поиски детских травм. Бог предлагает человеку брать самому ответственность на себя и на результаты своей жизни. И Еремия от этого прямо вот рыдает и говорит, утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, не могу молчать. Когда горькая правда не может быть удержана в устах человека. Он ее говорит потому, что не могу молчать. Это не Лев Толстой придумал. Вот. И дальше вся вторая половина главы тоже предлагает страшно неполиткорректную мысль. Вот. Беда за бедою. Вся земля опустошена. Говорит Еремия. В этот раз уже от имени своего народа. Почему это происходит? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Они неразумные дети. Когда я был в том возрасте, в каком Иеремии я произносил эти проповеди, я помню такие красные транспаранты над нашими улицами. Слава великому советскому народу, строителю коммунизма. И очень хорошо представляю себе, что было бы или что будет сегодня, если кто-нибудь дерзнет сказать, вот жизнь такая нелепая, трагичная, разваливающаяся, потому что народ мой глуп. Ну, у нас как-то не принято таких вещей говорить, а принято считать, что народы все там, значит, хоть и отягощены какими-то, наверное, бедами, провинностями, не знаю, тяжелым наследием царизма, но все прям процветают, и есть чем гордиться и так далее. Иеремия, конечно, ему страшно, еще бы не страшно сказать, это потому, что народ мой глуп. И он не один раз этого скажет, он будет это говорить много раз. Они умны на зло, но добро делать не умеют. Неразумные они дети, у них нет смысла. И все поэтому вот кормил пустыней, все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его, потому что, ну, вот делают глупости, которые, ну, можно было бы предотвратить, если хоть чуть-чуть задуматься, понимаете? Задуматься о жизни, задуматься о правде. И, ну, может быть, это самое страшное в обличениях, потому что там предательство, магия, всякие эти идолы. Ну, отчасти это можно понять, когда люди там хватаются от отчаяния за какие-то соломинки, когда ты просто не думаешь. Когда просто жизнь дурацкая, потому что ты дурак. Как это принять? Что с этим делать? А это неизбежно. Бог говорит, я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от этого. Так будет. Вот неверность Израиля, Израиля, неверность Иуды, приведут к опустошению. Приведут к опустошению. И это будет мукой, как бы женщины в родах. Стон, как бы рождающий в первый раз голос дочери Сиона. «Горе мне, душа моя изнывает перед убийцами». Вот это основная мысль той проповеди, которую книга Иеремии помещает в четвертую главу. «Никуда не денешься, ты же не меняешься, говорит Бог. Ты как был неверен, народ мой, так и остаешься неверен. Как творил зло, так и творишь зло. Как был дураком, так и не меняешься, не пытаешься что-то с этим сделать, узнать меня. И поэтому неизбежность неизбежна». Субтитры создавал DimaTorzok